Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TIFO в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что же, всем еще раз доброе утро. Мы вас приветствуем в нашей студии. Опять-таки, последний тур отбора. И интрига просто нереальная. Турнир на ваших экранах, все команды сыграли по 8 матчей. Сейчас будет последний тур, потом будет сыгран еще матч Aro против Skies, который абсолютно ничего не решает, так как Aro гарантировали себе место в плей-офф, а Skies уже гарантированно вылетели, так что, ну, Aro первые, вторые, неважно. Суть не в том, они будут играть в финале WinRow. А вот в других матчах сейчас будет заруба. И по-другому я даже назвать это не могу, потому что будет рубилище до крови. И мы узнаем команды, которые прошли дальше. Прямо сейчас. Orange против Force Departure. Orange для того, чтобы оставить еще шансы навыка, дальше нужно выигрывать. MidTrust против RRQ. MidTrust, у которых тоже 5-3, надо выигрывать. Mineski MVP. Если выигрывает MVP, у них 7-2. И они в финале WinRow Mineski, если проигрывает, то, скорее всего, вылетают. Если же у нас здесь выиграет Mineski, то у нас в любом случае будут переигровки. Между MVP и Mineski точно. И, может быть, к ним присоединятся еще MidTrust и Orange. И будет у нас просто нереальное количество переигровок. То, что со 2-го по 5-е место команды у нас будут иметь одинаковое количество очков. И это действительно возможно. То есть, если сейчас Mineski выиграет у MVP, параллельно Mid выиграет у RRQ. И Orange выиграет у First Departure. У нас будет у 4-х команд 6 побед и 3 поражения. Они займут 2-е, 2-е, 3-е, 4-е и 5-е место. И у нас будет одна маленькая группа, которая будет переигрывать друг с другом. Это будет весело. И это очень вероятно. Скорее всего, так оно и будет. И мы покомментируем еще немножко азиатской доты. Но все может быть попроще. Если сейчас выиграет MVP Phoenix, то все решается очень быстро. Потому что, если выиграет MVP Phoenix, то команда Mineski, скорее всего, покидает отборы. Но надо им следить за параллельными матчами. В первую очередь за матчами Mid и Orange. И именно эти два матча вы можете смотреть в нашем первом и втором стриме. Мы переходим, собственно, к матчу Mineski против MVP. Mineski, J, NMA, CWA, J.C. Wosh и товарищ G.O. 4-3 у них пока. Ну, правда, еще не вбит у них последний матч в статистику. Вот сейчас, я думаю, я обновлю стату. Ну, вот MVP Phoenix 6-2. И увидишь, что MVP Phoenix 20 фрагов, 18 смертей в среднем, 42 ассиста. Trend Protector 100% winrate. И опять они его взяли. У них отличные игры на Баньше. И опять они ее взяли. У них отличные игры на Пурионе. И опять-таки все хорошо у них на этих героях. Поэтому шансы велики. Ну, и вот обновлена статистика команды Mineski. И мы сейчас с вами будем смотреть чудесную игру. Которая решит фактически все. Mineski, Invoker, J.C.R. Shadow Demon. MVP Phoenix, дерево, Furion, Rubik и Death Profit. Зеленый такой пик у них. Как же закрутилась интрига у нас в матче. Ух! Ну, я действительно вижу, весь твиттер сейчас обсуждает, что возможно у нас будет переигровки на 4 команды. Возможно. Но для этого Mineski нужно переиграть корейцев. Корейцев, которые сегодня показывают просто феноменальную какую-то доту. В любом случае, у нас довольно удивительные результаты уже в квали. Потому что команда Сайса, сингапурская команда, которую многие считали фаворитом, вылетела. И у нас... Сларк. Будут. Интересный клей. Сларк от Mineski. Что же, пятый бан MVP. У MVP, в принципе, их очень привычный пик. Их привычный Death Profit. Опять-таки, для них привычный Тренд Протектор, но Mineski тоже себе ни в чем не отказывает. И у них... Неплохой тоже набор героев. Им нужен сейчас оффлейнер хороший. И им нужен отличный Сларк на линии. Ну что же, Блотикер в бане. В бане также у нас Darkseer. MVP Phoenix. Бан Блотикер, это, конечно, серьезно. Что же выберут корейцы на этот, наверное, важнейший матч для себя за последние, я не знаю, сколько времени. Ну и что взять? Что взять? Задумался сейчас с маршем над последним пиком. Обсуждают ребята. У них сейчас есть невероятные шансы. Это Тэмпларка. Это Тэмпларка. Кио отлично отыгрывает на этом герое. Мы не один раз видели. Ну и вот такая у нас будет игра Тинкер. Last pick от Минески. Джей будет на нем играть. И Джей умеет на нем играть. Умеет, причем действительно хорошо умеет на нем играть. И сейчас начнется довольно крутая Тота. Только 10 секунд. 5 секунд. Сейчас. Какое-то эхо и я сейчас попытаюсь попиксить. Да, я сам слышу, что эхо. Я не могу понять, откуда он уберется. Что ему быть не должно. Сейчас мне даже два раза слышат. Извините, я тещу. Тест. Тест. Ну вот. Вот, вот, кажется, нету эхо. И должно быть качество звука сейчас более-менее. Какие-то непонятные у нас проблемы. Я не знаю, откуда они взялись. Но сейчас эхо должно пропасть. Извините, были тут маленькие травмы. Ну и мы смотрим игру. Ну что же, поехали. Итак, Минески. Минески у нас играет против Ви Пеникс. А СХЦ играет нас на Сарке. И тут спрятали товарища Ахина. Проблемы огромные у него. Пытается он уйти в Эдвиз. Хин обидит его. Все-таки есть форсблат. Жей зарабатывает этот форсблат на Тинкере. И это отличный. Отличнейший просто-напросто буст для него сейчас. Уходит он сразу на линию. И сразу же на линии здесь будет ему, конечно же, намного удобнее стоять. И это факт. Марч в легкой. Марч в легкой на Банше. В миде у нас будет Киоу стоять. В сложную бежит пока Пури. Мы видим, что Хин идет с ним. Ну и неужели Райзен на Рубике тоже пойдет туда? Неужели это будет трипла сложной Фурион, Дерево и Рубики? Если да, то это очень-очень интересный выбор. Против инвокеров легкой. Ну и Тинкер в миде. В сложной тоже трипла у ребят из Минески. Это ТХД, Шаду, Демон и Сларк. Трипла намного более... Толковая. Ну и тут Марчу будет тяжеловат. Давайте наблюдать. Так, пока в мид выбежал Райзен. Попугал немножечко Тинкера. Заставил того прятаться. Заставил того немножечко стоять в сторонке. Ну а тут Дерево. Тут Дерево уже готово, собственно, нападать. Но, правда, есть только инвиз. Поэтому я не знаю, как нападать с руки. Разве что надо, чтобы как-то более расхарасил здесь Фури Вилли. Подбежал Рубик. Варин начинает харасить. Какое-то Дерево будет стопить. Начинает Дерево бить просто с руки. И продолжает стопить. Хин очень хорошо. Хин стопит. Ну хватит ли дэмэджа? Да, хватает дэмэджа. И Джесси Уош погибает. Хин зарабатывает враг. Один-один. Ой, и Рубик, и Рубик все-таки делает то. Ой, какой важный сейчас мув. Курица. Курица с банкой умирает. Ну и Тинкер у нас без банки. Тинкер у нас без банки. И Тинкер у нас без тапка. Потому что и тапок, и банк. Мы видим тапок у него в стэша. Банка в курице. И ни того, ни того сейчас у него нету для Кьюоу. Это огромный буст. И сейчас Кьюоу должен здесь, конечно, выносить барыши с вот этого вот мува Тинкера. Мува Рубика, извините. Который забежал между товара. И вчера мы, собственно, говорили про эту тему. Что очень много команд так делают. И в последнее время начали уже мидеры курицей осторожнее пользоваться. Выйдите ее через леса или что-то типа того. Ну, мы видим, что здесь недосмотрел, недосмотрел немножко Тинкер. И, собственно, фраг получает. Фраг не фраг. 175 голды. Да, и кучу денег. И кучу преимущества. И дает преимущество Кьюоу. Получает команды. Ну, что ж, Джесси Вош у нас 5-1 имеет на линии пока. Против него 9 на 1 Фурион. Фурион уже с фейзами. Мне очень интересно, будет ли Фуриф здесь играть в фейзы Мидас. Или будет как-то играть по-другому. Буквально, буквально, я думаю, надо нам дождаться. Ну, и понятное дело, что в миде мы не видим пока экшена. Раз у Тинкера нет банки, раз у Тинкера нет тапка, почему бы на него как-то не напасть. Но мы видим, что в итоге нападает нас снизу. Нападает нас на Фурифа. Фуриф пытается убежать. Фуриф. Фуриф до конца. И тут отличный торнадо. Фуриф едва живой. Семечка у нас. Об Шаду Демона неужели? Нет, все-таки не выживает здесь на Снэйчерс Профит. Но Шаду Демон тоже должен погибать. Хотя дерево приморозили. Хин. Хин проседает очень сильно. Хин стоит уйти в инвиз, тут ЕМП. И Хин выживает. Нет, не выживает. Все-таки Джакира и его Ликвид Фаер. Нет, нет, не Ликвид Фаер. Это, собственно, от Дуал Бресса до Тикола. Да, вот такая вот веселуха у нас в начале матча. Тут на топе, вы смотрите. Проблемы огромные в АСХЦ. Летел сюда Фурион. Немножечко напугал, конечно же, Сларка. Сларк не стал убегать. Не побоялся, что сейчас будет. Сюда в лед. Не стал он тратить паунс. Ну вот, Марч. Третий левел на Деспрофе. Киоу на хосте до конца. Тот же Фурион. А Экс и Се прячутся. Есть фраг от Фуриона. С фейзами, кстати, тут очень близко. АГ пытается заморозить. Он Киоу заморозил. Я думал, могут еще броситься сейчас с Джакира. Но мы не стали они этого делать. Ванши еще вердават, конечно, до ульта. Но есть здесь несколько трентов в Фурионовских. Можно попытаться как-то забрать Тавр. Пытается Джакира тоже помешать. Ну и более-менее толково. Джей на Тинкере. Пятый левел. Вот наконец-то есть у него Тапок. Банка, принятное дело, в Курице. Опять-таки, вот только-только сейчас Курица у нас появилась. Летит у нас Банка. Там сразу же Смок, сразу же Даст. Будут пытаться кого-то ловить. Даст это опять-таки на случай, если будут убивать Ланай. Ну или Тринд Протектора, который мы знаем, что с Инвизом, с Семечкой, без Ливинг Армора. Это, конечно, полный провал. Очень нужен Ливинг Армор. Спарился он здесь с этим Вардом, по-моему. Ну и Сларк. В мид перебрался. 27 на 6. Отличный крипп стат у Сларка. Отличный крипп стат также у Тинкера. Мы видим, что у Тинкера 29 на 3. 23-7 Ланая. У Ланая имеется один ассист. Ланая, мы видим, есть Маджик Вонт. Есть на подходе Фейзы. Немножечко не хватает. Или уже есть Фейзы. Нет, есть только Банка. Не дождался здесь Кио, пока дофармит он эти... Фейзы и несет сразу себе Банк. А Райзену дали получить левел снизу. Он уже довольно большой кусочек времени здесь стоит. В миде. Киоу. Просветка. Здесь же Райзен. Ну вот был бы Ливинг Армор, было бы попроще. Но пытается он через рефрекшн уйти. Рефрекшн сбивает моментально. Киоу. Едва живой. Киоу бежит до конца. Киоу. И взорвут же его или нет. 16 хп. 17 выживает. Он, казалось бы, что шансов уже нет. Но все-таки уходит отсюда Киоу. И находит Реген. Ну вот это вот, конечно, халява. И возвращается в мид. Фуловый. Довольный. Готов драться. Что у дерева? Левел. Левел второй. Нужен ему Ливинг Армор. Где-то Ливинг Армор надо намутить. Вот сейчас третий левел. Потому что Тинкер уже напрягает. Седьмой левел Тинкер. Четвертый матч Машинс. И это плохо. Ну а тем временем Минвокер снизу. Есть Файзы. Есть, мы видим, у него Робов Мэгги. Ну и что дальше он будет делать с Робов Мэгги? Ну это, конечно, вариантом Миллиард. Поэтому давайте лучше дождемся. Кио куда-то побежал. На нижнюю линию вместе с Рубиком. Оставили абсолютно мид. Фури пошел в леса. Фармите Мидас. Марч шестой левел на Баньше. Ну пока начало, в принципе, можно сказать, за Минески. Есть три фрага и все хорошо у МВП. Марч. 25 на 4. Мы видим здесь Хин. 8-0. Ну и Фари в лесах продолжает фармить себе Мидас. Приносит себе марч также Фуизы. Здесь Рубик левел 4. Рубику дают возможность, в принципе, стоять. Но Рубик никак не выносит ничего с этой линии. Я имею ввиду, не выносит ничего в плане левела. И это, конечно, плохо. Так. Миди. Напали на Джесси Воша. Тут ЕМП. Продолжает бить Кио. Так. Больно очень. Но Джесси Вош уходит в инвизы. Все. Кио без маны. И надо ему отсюда бежать. Просветка. Очень вовремя. Конечно же, от Рубика. Полчаса назад надо было ее дать. Но в итоге у нас все-таки есть ошибка. Фури. Могут его поймать здесь. Фури, в котором у Домидас остается действительно одного Урсача добить. Фактически. Ну еще чуть-чуть. Ну видим, битый держится за живот. Бежит домой. То есть, наверное, со следующего ульта. Просто пошел бы на базу. Кому-то купил бы Домидас. Долго он думает. А здесь Ова вместе с товарищем Джи выходят наверх. Будут пытаться убить Хина. И Хина, скорее всего, убивает. Да, Хин здесь без шанса должен погибать. Замораживает его здесь чуть-чуть. ТХД. И Хин. До свидания. Не помогает. Уже просветку зачем-то провязал Ова уже после смерти Тринпотектора. Ну да ладно. Может он побоялся чего-то непонятного. Мидас Фурион. Мидас Фурион. Десятая минута. И Кио уже на Рошане. Было видно, что побежал Марш сюда. Поэтому догадываются. Что Минески пойдут ли они? Не дойдут. Идет инвокер. И идет Сларк. Как сейчас может быть классно сейчас все для команды Минески? Ну что бит MVP. Сларк уже готов прыгать. Вот он Ливинг Армор. Есть Трепа. От Ланаи. Есть у нас здесь ЕМП. ЕМП выжигает ману. Отходит отсюда Кио. Отпивается банкой. Ну и вот уже здесь побольше героев команды MVP Феникс. И будут пытаться не защищать право своего на Рошана. Тут же пеньки Фуриона. Продолжает Кио рубить. Вот делали. Делали уже вот так у нас парни из MVP. Получалось у них вот такой троний Рошан с помощью Темпларки. Ну а учитывая, что здесь есть еще и пеньки, так почему бы и нет? Фуриев теряет кучу времени. Но защищать, конечно, Темпларку свою надо. Потому что это очень важный момент. Инвокер, в принципе, может ворваться. Торнадо у него уже неплохое. Вот оно ЕМП поднимает у нас Темпларку. Опять-таки ЕМП залетает Темпларка без маны. Юзать стики. И мана уже практически фуловая. Забежал сюда Тинкер. Тинкер на хосте. Попробуй его поймать. Тинкер побегал. Запустил два марча в Машинс. Есть у него тревела. Поэтому улетит, вернется. И продолжить он здесь. Продолжить вот здесь не давать. Жить. Ребяткам из MVP. Ну и отказываться корейцам от идеи забрать Рошана. Марч уже снизу. Тысяча голды. Сларк мы видим против него. Ну без шифта в 4, как мы видели в Америке. Да, все более нормально. В 3 Дарк Пак, 3 Паунс. Шиф в единицу. Чуть-чуть дэмоджа не хватило, чтобы добить этого Сларка. Ну его отогнали. Знаешь, Сларк битый. Но у него ультимейт. Он же отрегенится. Правда, отрегенился не полностью, видимо. Он продолжает здесь бегать. Перегенится, пока его не видят. Ну и продолжается битва на Рошане. На этот раз с ультом Банши. Курион забежал. Есть пеньки. Ульт Банши более такой защитный. Чтобы дать все-таки забрать Рошана, не дать подойти. Будет ли у нас врыв? Вот оно полетело проклятие от Шедов Демона. Рубик с Хайграунда. Здесь ЕМП по Банше. Банша и так без воны. Рошана добили к Юоу. Уже готовы идти в драку. Все, все. Минески отдали. Здесь Рошана. Не получилось. Хотели, хотели до последнего, ребята. Забежать все-таки, подраться на Рошане. Но не тут-то было. 6 тысяч Нетворс у Тинкера. 1800 голды ТРВЛА. Банка Сулдеринг. Да, пока понятное дело, что этот Нетворс абсолютно бесполезен. Но суть в том, что это же Тинкер. И вы смотрите. Очень полезный артиф. Очень полезный спелл ворует сейчас Рубик. Это Торнадо. И у Инвокера Квасовексовского. На 8-м левеле Торнадо, в принципе, сейчас очень опасно. Скажем так. Юоу. Бьет крипов. Ну, видимо, подмарчивать на Машнице тяжеловато. Ему что-либо делать. Киоу. Ну, киоу. Полностью. Надо уходить Рубику. У него абсолютно нет никаких регенов. Есть вот это вот. Кларити. И танго. Но это можно вечно хавать. Тинкер запрыгнул. Знает где он. Но он все равно улетит. И ТП здесь не сбить. И смотрите. Вот. Показали Тинкера. Ну, а что дальше? Дерево ультовать не будет. Да, дерево ультовать не будет. Потому что здесь никого нет. И Хин чуть еще не умер здесь от Мартина Де Машинс. Вынужден сам себя хилять в миде. ЕМП. Очередное Тинкер на Ланаю. На этот раз не точное ЕМП. Но Тинкер уже с блинком. Тинкер уже с блинком. И готов гоняться так серьезно за врагом. Вот на трэпа. Которая будет палить. Если кто-то будет заходить сюда. Но сюда будет заходить только один герой. Это Тинкер. Тинкер продолжает разгоняться. 1800 голды преимущественно над Фурионом. Сларк выходит на второе. На третье место по нотворцу. На второе в своей команде. Барабаны ПТ. И Сларк скоро станет тоже очень опасен. Параллельно матчу тем временем команда мид трасса. Счетом 5-4 проигрывает в РРК. Ну а еще раз напомню, что у Митрасс 5-3. У Минески 5-3. У Оранж 5-3. У МВП 6-2. Оранж и Минески сейчас играют свои матчи против абсолютно немотивированных соперников. И, скорее всего... Они свои матчи все-таки выиграют. А вот здесь... Здесь абсолютно ничего не есть. Но 4-2 на 15-й минуте. По деньгам мы едем в виду полторы тысячи парней из Минески, из Филиппин. Но это опять-таки мало. Но и тут Тинкер же. Смотри, какие чудеса творит Тинкер. И как его поймать? Он должен ловить Рубика. Рубик попробует подойти сюда под этим матчем. Матчист Марч улетает. На топе надо как-то дефить вышку. Пока тринты. Вот он фортификейшн. Вот он ливинг армор. Есть телепорт сюда. Это Кью-Оу. Старас трэп взрывает. Под ТХД. ТХД уходит к своим ребятам в лес. Ну и тут сразу уже два героя. МВП. И Минески пока не рискует. Рубик. Рубик. Рубик украл Дуал Брэйса. Рубик, скорее всего, погибает. Здесь ЕП. Рубик не успеет ничего сделать. Дуал Брэйс только дал. Поджег нескольких человек. Но в любом случае он погиб. Ну и в пятером. В пятером тут Минески. Снизу дают добро Фариву. Говорят ребятки своему тиммейту. Давай, давай, пушируй Тавр. Собирай Некра побыстрее. Тут, видимо, до Некрови еще далеко. Настажки, Йоу. Ну и Хин. Тавр почти Хин уже выхилял. У него четвертый ливний армор. Мы поймем, что вышка хилится довольно быстренько. И продолжает, продолжает прессовать. Правда, здесь они уже не в пятером. Марч в миде. Марч пытается тоже побрить Тавр. Но тут мы видим, не дает. Не дает Тинкер абсолютно ничего. Тинкер прыгает на Марч. И тут же Сларк. Марч мансует под ультом. Марч. Марч все-таки уходит. Отсюда такой опасный был момент. И Рокет добивает. Отличная игра от Тинкера. Блик на хайграунд и фраг. Киоу. Киоу до конца. Но здесь ЕМП. Киоу проседает. И Киоу может умереть здесь. Нет, не умирает. Ливенгармор спасает его. Опять-таки здесь Паунс. Украл Рубик. Киоу с рефракшеном. Пытается еще как-то жить как же. Тяжело, кстати, в этого Тинкера-то играть. Отлично отыгрывает он. Тинкер. Продолжает расстрел. Просто красавчик. Тинкер здесь минус. А Эггис на ровном месте. Приморозили еще и Киоу. Ну и вот Минески показывает, что они действительно хороши. Но, правда, по деньгам это особо незаметно. Пока. На топе. Экшн. ССЕМП. Очередное. Едва живой у нас Шэдоу Демон. Пытается бежать. Его задули. Проблемы огромные у Инвокера. Фуриона сгрызли. Инвокер. Инвокер. Марш до конца сбривает Инвокера. Здесь Сларки. Два живой. Это минус три в размен на Фуриона. Ну и в четвером. Вы смотрите. Остались здесь МВП. В пятером они были. И драка наконец-то выиграна корейцами. Семь пять. Сократили они расстояние в счете. Было четыре фрага. Осталось два. Киоу. А четыре асиста уже имеет и ноль-ноль. Своевременно подбежал также Марч. Марч. Мы видим Войт Стоун. Будет Витра покупать. Понятное дело. Два один-один у него. У Рубика ноль. Один-один. Ну и Хин. Один-три-один на Трэнд Протекторе. Мы видим здесь крипы. Бьют Тауэр. Крипы конечно это не очень. Ну и по деньгам. Я продолжаю смотреть. Смотрите. Амвипита после этого размена в ноль. Ушли по деньгам. И по экспет тоже немножечко отыграли. А сларка лотар на подходе. Вот этот толковый сларк. Это не сларк курильщика скажем так. То есть. Видели мы в Америке. Хватало нам веселых сларков. Которые качали через Essence Shift. И первым артефактом покупали сразу же с Кади. Но тут не так в миде. Экшен. Киоу. Живой. Райзер сейчас будет блин. Тинкер. И скорее всего нет. Все-таки даже и без блинка убивает нас Киоу. Едва живой Рубик. Рубик надо уйти отсюда. Потому что сейчас Тинкер блинканется. Даст какие-то рокеты и будет беда. Ну и как же тяжело живется Толаная. Есть у нее Яша. Есть у нее Фуизы. Но все равно. Этого мало. Тинкер. Тинкер делает Аганим. Это четыре рокета. Ух ты. Вот это будет жесть. Этих рокетов сейчас хватает двух с блинка. Когда их будет четыре. MVP вообще не знает как они будут пушить. И вот мы видим, что у них есть Банша. Они забрали только один Тауэр. И они не могут больше ничего сделать. Вот видите, этот Тинкер. Вот что ты против нее сделаешь здесь? Просто поехали, поехали, поехали. Марш. Тауэр падает. ТХД его Ликвид Файром сжигает. Правда забрали крипы. И суть важна. Суть важна в том, что Тауэр упал. А на топите временем Сларк бьет вышку. Убежали Некра. Некрапка вторые. На Сларк пытается здесь еще кто-то ТПшится. Но Сларк все равно... А нет, не на Сларк. Это Тинкер уже здесь. Ну и... 20 минут игры за нами. 3200 голды у Тинкера. Ну а гоним купи одним кликом. Давай. Нет, пока не покупает. Пока не покупает. Но купили в любом случае. Киоу. Ворвался. Торнадо. Достали. Тут же ТХД. Есть же ЕМП. Прыгает Тинкер. Киоу. Пытается жить. Киоу без маны. До свидания. Киоу. И очередной раз ловит его. 9-5. Два фрага. Последние сделаны именно на Тепп Ларке. Которая, ну, деньги свои вывозит. Но 0-2. Вот. Все было хорошо. 0-04 шел. Только-только мы на этом заострили внимание. И вот сразу два фрага. Из Лотари. Пошел Сларк. Видит Райзена. Поднимает его. Приморозили здесь. Ворованным Айспатом. И едва живой. А с ХС уходит все-таки ультимейт. Здесь уже Тинкер. Полетели Рокеты. Райзен жив. Ну и Тинкер. Нет. Все-таки минимум соулт бустер. Все-таки будет Бладстоун. Я очень надеялся на Аганим. Но решил рановато. Сначала Бладстоун. Потом может быть Аганим. Надежды. Не оправдал. Мои Джей. Ну да ладно. Он играет на победу. И мы его понимаем. Ну и Мид Траст. Прямые соперники команды играющих здесь проигрывают параллельный матч. Здесь Рокет. Марча. Марч по-прежнему жив. Марч в Сайленсе. Урна на нем. Рокет. Марч. Марч. Пытается жить. Урна дотикает линия. Урна не дотикала. И здесь. Марч продамажил очень сильно. И остается он все-таки в живых. Темп Ларка уничтожила. Там же тем временем Мидия. Боже. Какие опасные моменты. Какие опасные мувы. Как команды близки. Вот. Вот. В каких-то там моментах друг от друга. Ну вот. Вы понимаете в чем ситуация. Вот вы видите слева таблицу. Мы обостряем внимание на отличной игре Тинкера. Да. Но дальше-то идут по Нетворцу. Три игрока команды. МВП. И вот Сларк 7300. С Лотаром. Все. Один Тинкер. Против всех. Ну и второй Рошан отправляется в копилку команды МВП. И у Тепп Ларочки совсем чуть-чуть не хватает до появления у нее уже. Изолятора. Ну что ж. Фари на Профете. Мы видим. Есть Некро 3. Есть незаюзанный Мидас. Надо в кого-то его заюзать. Идис Касларк. Сларк Лотари. На Райзена. И это минус. Просто забежал убит. Красавчик. Поймать его никто не сможет. И... Четко он пользуется этим. Снизу. Снизу Марч нафармил себе на БКБ. Ну, БКБ. У Банши это, конечно, интересно. Может, все-таки стоило. Ветра. Ну, да ладно. Контроля просто очень мало. Имеется в виду, что Тинкера просто физически поймать нечем. Так. ШД. Спрятал Ланайю. Просветка. Ланайя видно. Это инвокер. Ланайя прокляли. Ланайя. До конца сейчас за Ова. Здесь Торнадо мимо. СХС. Приморозили Киоу. Будли погонят дальше. Рокеты. Тинкер. Ну, и мы видим, что отыведил. И Тинкер трэпу поймал. Тинкер. Тинкер. Тинкер начинает бить Киоу. Здесь же дерево. Но дерево не догонит. Дерево не догонит никак. И больше догонять некому. Видим, что инвокера еще пытается поймать. Да. Некро 3. Инвокер. Пытается уйти в инвиз. Но Некро 3 же. Крутейшая Дота. И в параллельном матче команда РРК, у которой вообще ничего не надо. Выигрывает сейчас у Митраст. О боже, что вообще происходит в этих зятских квалификациях. Там игра еще не закончена. Но там невероятные вещи какие-то происходят у нас. Ну что ж, Джей продолжает. 8 зарядов. Напали. Дерево ультует. Здесь же Рубик. Украл. Проблемы могут быть огромные у Джей. Джей пытается драться. До конца забирает Рубика. Джей. Джей будет убегать. Закрывает его Фурион. Джей живет. По-прежнему дерево. Поможет ли как-то Джей? Трэпа. И это минус Джей. И это минус Джей. Киллинг спри. Все-таки сбили ему. Киллинг спри. И продолжается катка. Так я смотрю, у нас есть результат. Мама дорогая, Митраст проиграли. Боже, боже. Что происходит? Вот это да. Митраст проиграли. В матче, который для них значил абсолютно все. Ну и вы знаете, продолжается у нас борьба в турнирной таблице. Оранж против Форс Депарчер также играет. Для команд, которые у нас играют здесь, это тоже важнейший матч. Потому что если там выигрывают Орэш, то тут переигрывки. И здесь дерется до конца. Ой-ой-ой, как больно. Здесь инвокер, инвокер погибает. Кьюоу-то с БКБ. Кьюоу, прокляли. Ну и здесь его накажут. Это минус Аегис. Что дальше? Что дальше? Есть рядом у нас дерево. Дерево ничего не сделает. И Кьюоу второй раз без БКБ тут просто разваливает. Хотя он дерется до конца. Под макропирой. Дерево идет тоже сюда. Дерево, куда ж ты идешь? Дерево родное. Просветка. Прыгает Сларк. Это минус 3. 3-2. Ну и параллельно матчу на нашем первом канале. Ферст Депарчер выигрывает у Оранж. Что происходит у нас на этих квалификациях? Ну не выиграют они пока не с Уздания. И там действительно шансы в Ферст Депарчер больше. Напомню еще раз. Ферст Депарчер вообще ничего не надо. А Оранж Кроу Бизнесу нужно выиграть этот матч. Так же как и здесь. Кроу Бизнесу нужно выиграть матч. Каждая из команд, которая здесь играет. Миннески ведут 14-9. По деньгам они проигрывают 3,5 тысячи голды. По экспе в нулю. Команды. В нулях команды, скажем так. Да. И интрига набирает, конечно, просто какие-то невероятные обороты. Можем сказать, что Митраст и 5-4 это надежда Митраст на то, что проиграет Миннески и проиграет Оранж. Тогда будет перегравка. Если сейчас выиграют Оранж и MVP, то перегравок не будет. Все ясно. Если выиграют Оранж и Миннески, то у нас будут перегравки за второе место. Три команды будут играть за второе место. Если же выиграют MVP и проиграет Оранж, то у Миннески будет 5-4. У Митраст будет 5-4. Оранж будет 5-4. Будет тоже перегравки. Поймали Хина. Убили. Очень быстро. Рубик украл Паунс опять. Оранж. Оранж. Ну что же. Райзен. Аркан тапки на Рубике. МКО. Есть БКБ. Есть Яша. Есть Фейзы. Есть Даггер. Есть ДД с собой. Ждет он третьего Рошана. Очень хотят MVP и третьего Рошана забрать. Здесь Тинкер. 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 Трэпа знает где он. Тинкер сразу забил каут отсюда. Тинкеру сбили там заряды. А нет. У него уже 10 лол. А там же драка была. Да. Там же была драка после этого. Такая неплохая. Трип-2 где. И зарядился там опять Тинкер. Довольно неплохо. Смотрите. Как же тяжело. И расстреливает он дальше. И продолжает он расстреливать. Так. Сайлент дали. Джейю. Задули. Не знает где он. Подойти тяжеловато. Здесь Сларк. Сларк. Сларк будет его ловить. Сларка увидели. Сларк пытается пансаут сделать. И не дают ему этого. Ну он сделал конечно пансаут. Но мы с тобой догнали. Фурион. Фурион ловит Ову. Фурион убивает нас в ШД. И два фрага зарабатывает MVP. Блин. Какая же напряженная игра для одной и второй команды. Тут подсветка. Кого не искали. Я не понял. А инвокера. Трайзена куда-то столкали. А это вон пансом сюда взлетел. Ворованым. Ну и Киоус ДД продолжает. Наводить шороху. Здесь витра у Деспрофитки появились. И 1000 голды имеется сверху. Ну что же. ХД. Лучше разбивает ворды сразу. MVP играет очень четко. MVP играет так же как они играли сегодня весь день. Т2 Тауэр будут забирать. Сультом Банши конечно же. Или может быть без него. Тинкер. Тинкер слишком опасно прыгает. Тут очень близко. Подняли Марча. Марч в БКБ. Марч в БКБ. Тинкеру надо быть очень осторожным. Потому что если вот с полной будут проблемы. Тауэр пока под фортификейшном. Ну что же. И добьют ли они здесь Тауэр. Ну Марч пытается духами добить. Заденайли Тауэр. Марча. Поймали. Марч без БКБ. Митра себя поднимает. Будет и хелпа. Должна быть хелпа. Вот он. Кью. Тоже дерево. Тоже фурион. Ну и продолжается напряженка. 30 минут игры за нами. И ничего еще у нас не ясно. Мит Траст. Надеется сейчас на MVP. Надеется еще что и Оранж проиграет. Какая-то фантастика. Две команды которым ничего не надо. РРК и Ферст Депарчер. Переигрывают сейчас двух претендентов на плей-офф. Одного уже переиграли. И он Оранж тоже хотят проиграть. Перед матчем в Твиттере многие говорили, что О, возможны переигрывки на четыре команды. Оранж выиграют. Мит Траст выиграют. И если выиграют здесь Минески. Может получиться совершенно наоборот. Все эти команды проиграют. И будет переигрывка только за четвертое место. Ну, может быть и не будет вообще переигрывки. Нет. Если сейчас MVP здесь выигрывают. Смотри, если MVP выигрывают сейчас. У MVP 7-2. У Аров тоже 7-2. Все, они первое и второе место. У Минески будет 5-4. У Митраст уже 5-4. И если Оранж здесь выиграет. У Оранж будет 6-3. Ну, будет один матч переигрывки, да. Один матч переигрывки нас в любом случае ждет. Скорее всего. Ну, будет весело. А может 3. Все может быть. Да, если выиграет Минески, выиграет тоже. Что будет переигрывки за второе место между MVP, Минески и Оранж. Ну, переигрывок нам не избежать. Это точно. Ну, и мы продолжаем наблюдать. 15-11. По деньгам. 4,5 тысячи ведут MVP. 2 тысячи экспы они ведут. Ланая все сильнее и сильнее. Там БКБ уже 9 секунд. Прыгнил Ланаю. Хекс. ЕБ. Дерево пытается сейвить. Ланая. БКБ. Почти не пробили ее. И смотри, как инвокер разваливается. Инвокера просто разорвали. Дерево ультимейт. Толпу. Тут пытался дать покрапину ТХД. Да, он ее хороший. Правда, Ланая убивает двоих. Тинкер тоже погибает. Минус 4. И просто без шанса. Вот просто без шансов для Минески. Суицид Тинкер просто сделал. Так что минус 3 в принципе. И Марш пока с ультом. Пытается забрать Т2. И заберет же он его. Потому что с липами они пойдут на Т3. 29 секунд не будет инвокера. Да, Тинкер появится быстро. И Т3 они не успеют свести. Хотя пока духи не закончились. Можно хотя бы постараться поцарапать эти Т3. Этот один. Хотя бы Т3 Тауэр. Заходит MVP Феникс. Которые сейчас очень близки от финала. Винеров. Плей-офф. Азиатской квалификации. Нет глифа. Мид должны отнистосить. Вот он Тинкер. Который Роккеты просто дает. Заходит в спину. Снарк ловит его. Снарка должны разорвать. Нет, Снарк все-таки уходит. Тинкер продолжает отбрасываться. Надо забрать хотя бы барак. Хотя бы один барак. Йоу. Хигсе. Хигса нет. Так. Еще один Хекс. Да, там же Реарм. Боже. Ну и отбились. Тинкер прыгает. Бить его. Ну тут Хекс. Марш. БКБ. И надо уходить. Сейчас эллипки. Поймали Фурива. Фурива разорвали. Тинкер. Почти убил Марша. Марш уходит. Райзен уходит. Ну и тут дерево. Тоже делает тп-аут. Накаляется у нас обстановка в матче. Да и вообще в целом турнире. Ну и вот после последней драки, я думаю, Минески поняли, что игра простой не будет. Маштром приобретает. Тем временем у нас Фуриона. Пока находится в таверне. Мы видим, есть у него Хекс. Есть у него Маштром. Есть Некро-3. Ну а на топе Сларк. Сларк приобрел БКБ. Это может быть серьезным моментом. Ну что же, MVP Феникс продолжает удивлять всех. Ну а Минески продолжают бороться за свое право остаться в турнире. Ну как мы уже сказали, даже если здесь проиграют Минески, у них будет переигралка Смит Траст. Должна быть переигралка Смит Траст. Сырегис. Хекс. Хекс. Ой, как больно. Сларка поймали. Не важно, что было у него БКБ. Он принес БКБ, но он не нажал. Лол. Минус Сларк. 60 секунд. Нет байбека. Только что купил БКБ. 30 копеек у него. Надо идти сносить в сторону. Минимум. Может быть 2. Есть ультимейт у Марча. Знает это MVP. Разбить борты и идти по миду. Ну что же, Киоу. В лес пошел. Долго думает. Но бояться зайти на Тингера тяжеловато. Да, и решили MVP. Не надо спешить. Еще один прах какой-то такой. Им надо будет сделать. И после этого зайти. Есть Шива у Марча. Марч в миде поджал линию. Здесь немножечко. Рокет уловит. Сыр у него есть на крайняк. 1600 хп хватает. Так. Поймали Хина. Хин. Рокет залетает. Погибает. Марч в Хексе. Марч в Хексе. Может сыр сейчас потратить просто так. Да, тратит сыр просто так. Тинкер. Тинкер. Тинкер проседает. Шива. Тинкер, если добить. Нет. Тинкер выживает здесь. Кьюоу сделал мега килл. Кьюоу должен добить сейчас. Джи. Джи. Может умереть сейчас. Одна тычка от Марча. Сайленс. Тычка. Здесь бегает в инвизе у нас инвокер. Рокеты. Так. Сларк. Сларк. Очень больно Сларку. Сларк БКБ до сих пор не прожимал. Падает барак. Сейчас упадет второй. Минус второй барак. Уйти. Мин снесли. Ну и снизу. Увидим Сларк отбивается. Мало-мало денег у Сларка. 12 тысяч на Творс. Не то, чего бы хотелось. Ну и счет. 18-18. Но по деньгам 12 с половиной тысяч. По XP 10 тысяч. Преимущество команды. MVP Феникс. Которые идут к финалу Винерол. Я не скрываю то, что я топлю за них в этой квалификации. Я думаю, вы не обидитесь. Я думаю, все хотят этих парней, которых мы взрастили на своих стримах. Сначала Нексон Лиги. Потом Старладера. Чтобы они попали в плей-офф. И возможно даже на сам Интернешнл. Ну и ждем. Я вам напомню, что в Дота ТВ абсолютно бесплатно. XTCN против Zephyr. Игра, которая ничего не решает. Минайский MVP мы смотрим. И First Departure Orange. Которые можете смотреть на первом и четвертом стриме. Матчи, которые нельзя пропускать. Ну у нас после этого еще на первом стриме будет Arrow против Scythe. Игра, в принципе, которая опять-таки... Ни для кого ничего не решит. Ну, понятное дело, она будет сыграна. Ну и плюс нас еще ждут переигровки в любом случае. Как бы ни закончились матчи, только непонятные переигровки. За что? За второе место, либо за четвертое? Ну и пауза, бунная яйца, разлагается сейчас с команды. Ну и пауза. Немножечко затягивается. Может, ждут результаты параллельных матчей. Хотя от результата параллельных матчей они уже не зависят. Никак. Рэдди. Рэдди, стэдди, гоу. Ну нет пока еще штинкера в игре. Наждая, наверное, дождаться пока. Вернется, а то как-то... Нечестно будет без него начинать. Рэдди. 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 Ну и затягивается Немножечко пауза Дисконнектнула также Джея, который играет на тингере Понятное дело, что важнейший герой В данном раскладе Он просит Минески еще Буквально секунду подождать Не стартовать игру Лично я ничего против не имею Можно и полчаса подождать Не, ну полчаса это я конечно утрирую Но минутку можно Я уже прям с комфортабельного стульчика Переместился на простую табуретку Потому что игра Прям, прям заставляет Ну и поехали Ну и поехали Досматриваем этот матч Сашкиоу мы видим уже С доедалусом И у него 5000 денег Сверху То же самое должно быть Приблизительно у Марча Миншива у него появилось 1600 сверху Где Фурион? Вот он Фурион Есть в нем Жолнир Блин, Йолнир Правильно все-таки Не суть важна Как хочу так называю Тинкер Будет отсловить Нет, Тинкер тут же бинкаут Чтобы его поймать Тайминга не хватит просто Ну и подуспокоились Немножечко сейчас команды Одна и вторая Понизу Понизу идет команда MVP Вот пока вы видите Так скромненько идут Не спеша Нужно дать возможность Кьюу ворваться И продамажить Нужно, чтобы всегда На нем висел Ливинг Армор Это понятно Если Тинкера поймают Ему отсюда не уйти Тинкера есть Хекс 8 зарядов У него нет Гуски Фрейс 5400 Да, это байбэк будет Но суть не в том Тут байбэк не поможет Фантастический матч Также идет на нашем Первом стриме Где играют Ферст Депарчер и Орндж Ферст Депарчер Которые же вылетели С турнира И точно так же Как и РРК Которые вылетели С турнира И могут Выбросить Могут выбросить Митрас Так же сейчас Ферст Депарчер Но там бешеное Рубилище, ребят Там просто бешеное Рубилище Как и здесь Вот мы видим Чтобы пройти Сквозь Тинкера Тяжеловато на топе Драка Проблемы у Фурива И он улетает Улетает от Сларка Сларк начал собирать Себе Скади Ну и Зефиры Зефиры заканчивают Этот Интернешнл Победой 3-6 у них в итоге Ой-ой Киоу Киоу Едва живой Киоу Чуть не потерял Эггис сейчас Эггис все равно Пропадет скоро Поэтому Может стоило и потерять Для этого поражать БКБ как-то подраться Но мы видим Сплит Пуш Не получается Вот Фурион далеко 2-700 Но ими перешили Выждать А Эггис Оставили они Нереализован Марч побежал Что он тут забыл А продать хочет ТП И в курице В курице есть Ривер Ух Там Шива появляется У Тинкера Тараск Скоро у Марча Будет на Банше Мы нимхин 14 левел Как зайти Не ясно Так Что украли Украли Реарм Украли Реарм Ну Реарм Это такое Прыгает на Тинкера Тинкера поймали Цепанули его Тинкер Спасают Тут же ультимает от дерева Так Тинкер все-таки уходит отсюда Сларк Сларк перепрыгнул всю толпу Ни в кого не попал Умер пока только инвокер Киоу Сделает еще один враг Да это 2 кило от Киоу Сларк Сларк делает Киоу Киоу Ты такой бешеный Ну двоих Троих убили Тинкер тоже байбак Тинкера тоже убили Тинкер сделал байбак Ну и продолжается Веселье Марч Когда будет Тараска Ну надо еще чуть-чуть Пофармить до Тараски Хотя нет Нет Это такиоушный ривер Тараска Киоу Появится сейчас О боже Ну что же 18-21 Ну и два матча Ну и два матча всего сейчас играют Всего два матча Ну и после этого еще нас, напоминаем, ждет игра Сайз против Эррау Игра Которая абсолютно Ничего не Решает Она будет сыгранная Я думаю И Так же нас ждут Переигровки Я думаю Сайз против Эру Мы Перенесем На наш второй стрим А перегромки будут на стриме первым Если будут, поймали Райзена Райзена очень избивает, прыгает сюда У нас Сларк, Райзена убили Дерево подняли, дерево не успевает ультануть Получается отличная драка здесь от Минески Дерево не успеет ультануть Дерево умирает, минус 2 Ох, как там проситает очень сильно Под ультом, Баншита Минус 3, минус 4 Сларк единственный в живых Уходит отсюда Рошан там дерется по-прежнему меня-то с кем Киоу идет заканчивать У Тингера нет байбека У инвокера Нету байбека, нет денег Нет байбека ни у кого, только один Сларк в дефе Марш прибежал все еще с душами Нужно юзать глиф Вот он глиф от Минески АСХЦ На Сларке Таверну, байбек Т4 Киоу начал бить, лучше бы убил Т4 И не сносил вторую сторону Сларк будет выигрывать время сейчас Падает вторая сторона Сразу бежать на третью Или на Т4 Лучше на третью В данном конкретном моменте Что появится Тингер через 25 секунд Нельзя уходить отсюда Нужно попытаться цепануть Сларка Вот он Сларк Сларк Отпрыгивает Ланая За ним до конца Забежала на Т3 Ну и падает последняя сторона МВП Феникс Сларк там вгрызся Фарива Спасает Здесь же два саппорта Фарив Пытается сделать паут Сделал Киоу Дает Сайленс За Сларком До конца Киоу живой Сларк тоже БКБ Бежать Третью сторону не снесли Появился Тингер Пытается цепнуть Киоу Киоу Блинкаут На развороте Киоу Киоу Хекс Проблема Киоу Райзен дерется Здесь прилетел Фурион Тут же дерево Дерево Ультимейт Был недавно ультимейт Тингер в хигсе Тингер в хигсе Если сейчас он убьет Тингер Скорее всего это ГГ Тингер Тингер На хайграунд И это минус Тингер Нету Сларка Нету Тингера Нету Рубика здесь только Продолжается драка Цепанули инвокера Но инвокера видит И лопается он Биан Годлайк МВП Киоу Фантастическая стата 11.37 6 тысяч денег Фантастическая вообще игра И как же Круто играет команда МВП Пеникс Пытается уехать отсюда Шэдоу Демон Но ничего у него не получится Киоу до конца Киоу под фонтан Киоу вообще никого не боится Смелда Добивает Под фонтаном Киоу очередной фраг Трипл килл Он выживает Даже Ликвид Файр его не добьет Баньша И Киоу Сносят трон МВП Феникс Выходят с плей-офф Со второго места в группе Или может быть даже с первого Но это в принципе не важно Брависсимо корейцы Просто брависсимо Сильнейшая игра Радость я вижу на глазах у Вити Коу Коу воспитал их просто Как ты говорил там Начиная с двух сапогов Блейдмейла на Фурионе Да Пацаны Близки Близки Одна победа В финале Винро выигрываешь Ты гарантированно едешь в Сиэтл Все Одна Все лишь победа Уаром выиграет Бест оф Три Да Ну а сейчас мы с вами посмотрим На турнирную таблицу И поймем Что у нас будет происходить Ну вот это турнирная таблица Без учета еще Вот этого матча И Сейчас Сейчас мы с вами посмотрим Покупально одна секунда Сейчас обновится Параллельно Форс Депарчер Против Оранж Нереальное рубилище идет Вот обновленная Турнирная таблица Выглядит вот так Напомним что Должен быть сыгран еще матч Arrow Gaming против Сайз Ну вот Неважно Проиграет Arrow У них будет 7-2 Так же как у MVP В любом случае Первое и второе место Играют друг с другом В финале Винроу Так что это неважно Arrow против MVP Будут играть завтра Эта игра состоится завтра В 6 утра По центральноевропейскому времени То есть В 7 утра по Киеву В 8 утра по Москве Best of 3 Arrow против MVP Phoenix Победитель В гранд финале И победитель точно поедет в Сиэтл Одна из этих двух команд 100% будет в Сиэтле Участником Или же Участником Wildcard Мы пока еще Сказать на данный момент Не можем Поэтому Мы просто дождемся Какая же из этих команд Поедет в Сиэтл Дальше Orange 5-3 Митрасс 5-4 Минески 5-4 Сейчас у нас две ситуации Возможные Orange играет против Форс Депарчер Там тяжеленнейшая игра Если Orange ту игру выиграют Если Orange ту игру выиграют То Orange У нас Отправятся С третьего места В плей-офф То Orange будет 6-3 И они с третьего места Отправляются Вот ну В лузера Но в плей-офф А Минески И Митрасс Сыграют между собой Стыковочный матч За последнее место В плей-офф Если же Orange Проиграет сейчас У Форс Депарчер Ну они выигрывают Правда у них нет Одной стороны На данный момент Но они выигрывают Довольно серьезно Они выигрывают 7 тысяч голды И 15 тысяч экспы Но у них Повторяюсь еще раз Нет одной стороны Этот стрим Сейчас идет На нашем первом канале Если они выигрывают То все понятно Митрасс Минески Последний матч Решающий Если не проигрывают То Orange Митрасс И Минески Сыграют за 2 слота Вот в этом плей-офф Будет повторение Американской ситуации Когда у трех команд Будет 5-4 Ну Опять-таки Мне остается только сказать Всем вам огромное спасибо За то что вы Сегодня Слушали На 3 На 3 Там что Форс Депарчер проиграли Форс Депарчер выиграли Да Серьезно Уже закончилась игра